Так, здесь что, двухместное размещение, да? Что у нас в оборудовании номер входит? Ну чайник вижу, телевизор, вай-фай, доустанавливаем все. Но в каждом номере? В каждом номере, да-да-да. В пунктах временного размещения переселенцев СДНР и ЛНР завершаются последние приготовления. Планируется разместить около тысячи человек. Проживать они будут в санатории Колос в Кенель-Черкасском районе, в лагере Космос-2 Красноярского района, на базе отдыха Волжанка в поселке Волжский и в Дубках, расположенных в Самаре. Накануне приезда вынужденных переселенцев в Самарскую область глава региона проверил готовность пунктов к приему людей. База отдыха Дубки, где разместятся 226 человек, уже имеет подобный опыт. В 2014 году здесь также встречали прибывших из Украины. Все продумано до мелочей. Переселенцы – это пожилые люди, женщины и дети. Глава региона поставил задачу сначала максимально быстро заселить их в номера, чтобы они могли отдохнуть с дороги, а потом, избегая очередей, приглашать для оформления всех необходимых документов и консультаций. Но сначала всем сделают повторный экспресс-ПЦР-тесты. Администрация базы Дубки заверяет, персонал объекта к приезду переселенцев полностью готов и обеспечит радушный прием. В 2014 году у нас был опыт уже проведения таких мероприятий. Персонал относится абсолютно с пониманием. Все готовы помочь, все готовы работать. Переселенцы будут обеспечены бесплатным интернетом по Wi-Fi. В пунктах установят ноутбуки для общего пользования. Предусмотрены и медицинские кабинеты. Губернатор ставит перед ответственными службами задачу проработать все нюансы, каждую деталь. Так глава региона для удобства людей предложила организовать отдельные помещения для хранения багажа, чтобы не заставлять им жилые комнаты. Тогда режим, ключ, камеры хранения, выдачи и так далее. Надо это продумать, потому что некомфортно будет. Там просто негде чемодан поставить. Старики, женщины и дети всем должны быть комфортно, особенно малышам. По поручению Дмитрия Азарова, семьям, где есть совсем маленькие дети, выдадут наборы для новорожденных. Детские кроватки у вас есть? Нет? Мы привезем, Виталий Ильич. У нас есть арсенал определенный в наших соцгостиницах, которые у нас сегодня по длительности в нашем министерстве. Мы как только поймем по категориям, в моменте из поезда будут мне коллеги сообщать, мы сразу на опережение сюда подгрузим. Сразу постельное белье соответствующее, да, и так далее, и так далее. Нет, конечно, да. Все это посчитано? Да, да. Есть определенный набор для младенца, что-то у нас кроватки, там, или, наверное, столы и так дальше. Расходники разные. Для организации питания в пунктах временного размещения готова работа пищевого блока. Сформировано предварительное меню, рассчитан на объем требуемых продуктов, исходя из ожидаемой загрузки объекта. На этой базе питание будет организовано в две смены. Здесь делается меню для взрослых и для детей, чтобы мы с вами понимали, а вы могли рассчитывать запас продуктов, да, исходя из меню, там, на неделю вперед. Мы, понятно, дадим точную информацию по прибытию переселенцев, но совершенно очевидно, что меню, которое требует в том числе согласования, да, специальными службами, с диетологами, подбор у вас должно быть. Дмитрий Азаров также поставил задачу отладить все вопросы, связанные с образовательным процессом, работы игровых и детских комнат, досугом детей. У ребят должна быть возможность и учиться, и отдыхать. К ним будут приезжать волонтеры, будут организованы экскурсионные и культурно-просветительские программы. Позаботиться об эмоциональном состоянии детей, при необходимости с ними готовы работать психологи. Виктория Шарая, События.